Всем привет, друзья! Сегодня у нас пятница, 25 октября, смотрю на экран, чтобы не ошибиться, 2024 года. И сегодня, друзья, я именно хочу начать разговор с вами о том, о чём заявляла в своём коротком видеошортс. А именно, я хочу вернуться опять к тому своему видео, довольно популярному, трёхлетней давности, которое называется «Топ десяти проблем, которые меня волнуют в Англии». Ну и, вы знаете, прошло три года, да, у нас здесь каждый день всё меняется. И поэтому, во-первых, как говорится, назрела, потому что те, кто может быть впервые на моём канале, я немножко поясню. Меня зовут Галина, и я живу уже почти 15 лет, то есть с 2010 года я живу здесь в Англии, а именно на юге Англии, на острове Уайт. Так вот, у меня свой блог, и у меня вот уже как бы приближается цифра подписчиков к 100 тысячам, но, к сожалению, увы и ах, немножко не хватает. Поэтому те, кто только что присоединился, я бы очень хотела вас попросить, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, потому что канал интересный, формативный и очень-очень многообещающий, я так бы сказала, да. Вот, и знаете что, друзья, почему я решила вам вернуться к теме, что меня волнует в Англии, проблемы английской жизни, да, можно так сказать ещё? Ну, потому что моё то первоначальное видео, оно не давало полной картины, это раз. Во-вторых, когда я там сообщала свои недовольства по поводу того, что мне не нравится в Англии, то много очень комментариев было отнюдь нелестных. Именно такие, знаете, наезды на меня, как это обычно бывает. Люди пишут, если вы такая недовольная, если вам так всё не нравится в Англии, то что вы там сидите, вот, пожалуйста, как там говорят, чемодан, вокзал, и пилите в свою Россию. А некоторые писали, что вообще я говорю всё не так, это всё неправда, то, что вы пишете. Ну, меня немножко это расстраивало, но я бы не сказала, что уж очень расстраивало. Тем не менее, что я вижу спустя три года? Я же тоже интересуюсь событиями, окружающими меня, тем более на Ютубе, блогеры, которые ведут свои каналы из Англии, так же, как и я. И, в частности, вот очень много молоденьких девочек, которые в Лондоне живут. И они сейчас, вот я смотрю, уже четырёх, они сейчас возмущаются тем, что им не нравится в Англии. И они повторяют меня, и они всё то же самое говорят и о плесени, и о пауках, и о том, что холодно невозможно, сыро, ну и всякие разные многие другие проблемы. И я бы хотела сейчас именно опять вернуться и со своей уже колокольни, как говорится, человека, прожившего 15 лет здесь, вам продолжить эту тему. Итак, друзья, усаживайтесь поудобнее, и давайте начнём. Ну и вот уж извините меня, друзья, но я никак не могу без своих вот этих чудесных вставок. Осень у нас, посмотрите, грибная пора, прекрасное просто время, и особенно октябрь месяц, мой любимый месяц в Англии. Чудесный, замечательный день, наверное, бабье лето всё ещё нас радует. Уже окончание октября, и такая погода плюс 18, не ветерочка, солнечно. Не хочется сказать по правде, какие-то вам вещи говорить такие грустные и не очень хорошие. Ну, знаете, как говорится, наболела уже на собственном, как говорится, опыте. Хочу вам рассказать об английской медицине, друзья. Почему я говорю на собственном опыте? Потому что, наверное, те, кто постоянно смотрит мои видео, знают, что я совсем недавно очень долго, нудно болела. Голос у меня был невозможный. Я кашляла ужасно. То есть я подцепила какую-то инфекцию ещё, когда была на Канарах. Давайте я вам напомню, как я разговаривала. Одна из красивейших зелёных улиц, Лас-Пальмас, театры, культура, магазины, кафе. И уже вернувшись в Англию 18 сентября, я продолжала болеть ещё две недели. Ну и вот тут, как говорится, я вам расскажу, как я пыталась взять талон к своему врачу. GP, General Practitioners или врач общей практики. Ну или, по-нашему говоря, терапевт. Так вот, друзья, история такая. Опять же говорю, рассказываю на собственном примере. Но рассказываю, как это здесь в Англии происходит. Для того, чтобы вам взять талон к врачу, а без талона, конечно же, вы не попадёте к доктору, вы должны звонить на ресепшн в регистратуру с утра. Линия в регистратуре открывается с 8 часов утра. Ну и вот, кто успел, тот и съел, называется. Там работает сразу 3 или 4 или 5 линий, да, одновременно. И всего 30 талонов в день, как мне объяснили. Заранее, на следующий день вы талон получить не можете. То есть я каждое утро ставила будильник ровно на без 5-8. В 8 часов я начинала звонить. Раньше позвонить тоже никак нельзя, потому что линия открывается ровно в 8 часов. На линии вы попадаете сразу на автоответчик, как обычно. Автоответчик в течение нескольких минут рассказывает вам какую-то абсолютно бесполезную информацию. Ну и дальше вас перенаправляют. Если вам нужен талон, нажимайте кнопку 1 или 2, как там у них бывает. Вы нажимаете эту кнопку и вам говорят. Знаете, как обычно, ваш звонок очень важен для нас, но в настоящее время линия очень занята, и вам придется подождать. И вам включают музыку. Вы ее в течение 30 минут, иногда даже больше ждете, сидите на линии, но это бы ладно. Но самое интересное, что когда в конце концов отвечает живой человек на ресепшене, то вам сообщают. Вы знаете, вы уже, к сожалению, опоздали. Все талоны на сегодня уже разобраны. Звоните, пожалуйста, завтра с 8 часов утра. И вот таким образом, раз я вам рассказываю на своем примере, я и говорю, я звонила каждое утро ровно с 8 часов утра, и я не могла дозвониться, потому что мне постоянно говорили, извините, вы уже опоздали. Можете себе представить. Мне кажется, здесь у них какая-то ложь скрывается, потому что как это может быть такое? Ровно в 8 я набираю номер этот телефона, и уже я опоздала. Но не может такого быть, потому что просто не может быть. И вот в течение недели я пыталась дозвониться. Я не смогла. Горло продолжает болеть. Но здесь же еще история такая, друзья, что без рецепта, который мне должен выписать мой GP, доктор, врач, общей практики, я не могу получить никакие лекарства. Здесь продаются только ибупрофен или парацетамол, какие-то мази, какие-то, знаете, жаропонижающие, больше ничего. Все остальное только по рецептам. Так вот, чтобы получить рецепт, я должна идти к своему доктору. Вы понимаете прекрасно. По-другому это не работает. Вы знаете, потом терпению моему, наверное, на пятый день пришел конец. Я подумала, нет, я поеду все-таки на ресепшн лицом к лицу, постараюсь выпросить, показать, сказать своим этим голосом хриплым, что у меня проблема, и мне нужен, в общем-то, только лишь всего-навсего рецепт. Может быть, мне какая-то медсестра сможет выписать этот рецепт на получение лекарства. Я даже уже знаю, какое именно лекарство мне нужно. Мне нужно противовирусное. Ну, в общем, я приехала. Там, знаете, люди сидят. Вот это тоже очень интересная история, что даже если вы получили талон к врачу, то вы приходите ровно в назначенное время, но вы должны еще ждать. По крайней мере, вот у меня на моей практике, опять же, я сижу покорно, жду еще в очереди минут 20. Спрашивается, как так может быть? Зачем спрашивается тогда назначать точное время? Вы можете сказать, что, ну, может быть, там он с каким-то другим пациентом слишком много времени занимался и консультировал. Да, возможно, но я замечала много раз, что уже вызванный пациент вышел из кабинета, кабинет пустой, и врач не вызывает в течение 20, а то и более минут следующего пациента. Кажется мне, знаете, иногда даже, что они просто специально это делают, вот такой вот эффект, что они очень заняты, что вот вы ждете 40 минут в очереди, ну да, покорно ждете, а куда вы денетесь? Если вы к какому-то специалисту, к кардиологу или к глазному врачу или к нефрологу, ну, в общем, к какому-то конкретному специалисту узкого профиля пойдете, то там вообще вы будете ждать просто часами. Кстати, у меня есть видео, если кто-то интересуется, можете посмотреть вверху, всплывет вам ссылочка. Так вот, продолжаю. Приехала это я в регистратуру просто лицом к лицу, стала упрашивать эту женщину на ресепшене, пожалуйста, помогите, вот такая-такая история своим вот этим вот хриплым голосом. Я объясняю ей, умирающая, что мне нужна помощь, пожалуйста, как-то, я никак не могу до вас дозвониться, я не могу взять талон, я болею уже больше двух недель. Ну и это все, вы знаете, друзья, бесполезно, потому что она говорит все одни и те же слова. Звоните с утра, мы вот так вот здесь на ресепшене вам помочь не можем, мы просто так эти талоны не выдаем, только через телефон. Ну и еще они могут посоветовать позвонить 111. Это такая служба, тоже как бы называемая служба экстренной помощи, где вы точно так же просидите, ожидая ответа на телефоне в течение 20-30 минут. В конце концов, точно так же вам ответят, что вы, пожалуйста, не волнуйтесь, если вам уж так совсем плохо, вызывайте скорую помощь, там другой номер 999. А мы вот вам можем посоветовать, зайдите на наш веб-сайт, посмотрите, у нас там очень много для вас советов, понимаете. Вот мы вам дадим совет, а вообще-то еще лучше, вы пропейте парацетамол, ну или ибупрофен, а потом тогда уже посмотрим, если вам лучше не станет, то опять же идите к своему GP. Ну и так как мне очень нужна была помощь, я чувствовала себя отвратительно, и горло у меня и до сих пор свербит, скажем так, потому что, могу вам сказать по секрету, я до сих пор не получила никакой медицинской помощи, я не смогла. Так вот, я зашла на их сайт, я стала все внимательно читать. Ну и там действительно все это написано, что у них есть еще такая консультативная служба, которая работает онлайн. На эту консультативную службу я дозвониться не смогла, там надо тоже отправить сообщения и ждать, когда они вам позвонят. Но я решила прочитать, в общем-то, на этом сайте полную информацию, и там точно так же говорят, если у вас серьезное заболевание, вам придется все-таки дождаться GP. Если вы себя чувствуете совсем уж плохо, звоните 999, скорая помощь, амбуланс, так называемая здесь, она к вам приедет в течение нескольких минут. Кстати, что касается скорой помощи, сразу хочу тоже вам пояснить, что это действительно очень быстро работает все, 999 отвечают моментально, вы говорите, какие у вас симптомы, если действительно вам очень плохо, у вас высокая температура и проблемы, может быть, с сердцем, как вот у меня однажды было, то сразу они к вам приезжают немедленно. Вы сообщаете адрес, приезжают. Чаще всего, что делают они, эти врачи скорой помощи? Вы знаете, так же точно они вам не делают ни укола, ничего. Они просто вас расспрашивают, что у вас болит и как болит, насколько сложно болит, сколько времени уже болит. Ну, наверное, смотрят по вашему состоянию. И они просто-напросто, если видят, что вам нужна помощь, они вас отвозят в больницу. Больницы оставляют, опять же, в приемном отделении, и там все начинается по новой. Иногда вы ждете там в течение двух-трех часов. Опять же, на собственном опыте рассказываю. Уже дважды у меня был собственный опыт такой. Однажды сама я почувствовала себя очень плохо, потому что у меня гипертония, и у меня бывает гипертонический криз. Так вот, именно в такой гипертонический криз, когда у меня было давление 200 на 100, мне не сделали ни укола, ничего. Меня просто привезли в приемный покой. Я там лежала. Мне, конечно же, там дали, где лечь. Я лежала, очень долго ждала. Несколько медсестер ко мне подходили, спрашивали, что-то записывали и уходили, потому что впереди была огромная очередь из таких же пациентов. Никто не перемерил мне еще раз давление, никто не сделал мне укол или даже какую-то дать таблетку под язык. Нет, ничего этого вы не дождетесь. Вы будете ждать. Либо дождетесь, когда вам окажут действительно помощь и подойдет врач, либо, извините, может случиться, что и не дождетесь. И, кстати, вот когда с моим мужем случился инсульт, я позвонила в скорую помощь. Они примчались моментально. В этом плане просто супер. Они домчали нас за 10 минут с сиреной воющей, потому что мужу было действительно плохо. И вы знаете же, говорят, что чем быстрее вы обратитесь с человеком, у которого инсульт, тем лучше ему помогут. И, в общем-то, время играет огромную роль. Так вот, домчали нас быстро. И потом точно так же он лежал красный, бездыханный практически, на каталке. И к нему подошли только через 3 часа. И только через 3 часа началось какое-то движение. Назначили ему какой-то укол, какие-то таблетки, вот я помню. И я с ним там просидела. В 4 часа его привезли, а я просидела до 10 вечера. И он всё ещё находился в приёмном покое. Ему лишь только лишь сделали какой-то укол. Вот так, друзья. Но я вернусь к GP. В этот раз мне талон получить никак не удалось. Наверное, слишком много здесь больных. А это на самом деле правда. Потому что вот этот какой-то переродившийся уже ковид, он возник вновь. Инфекции эти постоянно возникают. Люди болеют. Ну и поэтому, конечно же, осенью может быть слишком много больных. И поэтому мне не удалось дозвониться. Но ведь были такие случаи, что я дозвониться могла. Я брала вот этот талон к врачу. Я, значит, выждав, опять же, очередь, я попадала к врачу, к своему GP. Что можно сказать? Очень внимательные, очень вежливые, улыбчивые эти английские врачи. Но профессионализм, на мой взгляд, вообще оставляет желать лучшего. Как говорится, это мое личное мнение. Но я могу сказать, также поговорив со многими, что происходит, когда вы приходите к врачу. Он вам, улыбаясь, назначает тот же самый парацетамол, предлагает также еще попить ибупрофен. И если, он говорит, вы будете чувствовать себя так же, неважно, то, пожалуйста, приходите в следующий раз. Единственное, что хорошо, что он вам дает назначение на следующий раз. И вам уже не придется биться снова по телефонной линии, чтобы получить талон. Ну, ладно, вот вы 5 дней пьете этот парацетамол от всех болезней. Здесь он в Англии. Даже пьете ибупрофен. Какими-то, знаете, лошадиными дозами они предлагают пить по 500 мг таблетку 4 раза в день. То есть, по мне, так это вообще убойная доза. Ну, ладно, им, как говорится, виднее. Ничего не помогло. Вы приходите через 5 дней, и вы говорите доктору, вот так и так, доктор, мне не помогло. Но и только тогда он, возможно, вам назначит какого-то специалиста, смотря что у вас болит. Вам ваш GP-доктор должен выписать направление к специалисту, как вы понимаете, да, как здесь это работает. Потому что сами вы не сможете попасть к специалисту, не пройдя GP. Так вот, GP вам выписывает направление к специалисту. И если вы обрадовались и думаете, что это произойдет в течение нескольких ближайших дней, то нет, так это не работает. Вы должны к специалисту ждать по нескольку месяцев, друзья. И я не преувеличиваю. Иногда в течение 3-4 месяцев вы ждете прием. Было однажды у меня такое, что я получила направление через 6 месяцев после того, как у меня случилась проблема с сердцем. К кардиологу. А вот то, что я сказала, иногда по 3-2 месяца, то это я неправильно сказала. Обычно вы ждете прием к специалисту по 2-3 месяца. Это так здесь происходит. Ну и дальше, через эти 3 месяца, если вы таки дождались, и все благополучно, вы не умерли за это время, если у вас не такая уж серьезная проблема, то вы понимаете, что за 3 месяца, скорее всего, она исчезла, эта проблема. Это если, уж знаете, не что-то такое из ряда вон выходящее, что человек просто скончался, не дождавшись. Кстати, бывали и такие случаи, вы знаете. Вот. Но приходите вы к специалисту, если все нормально, да. Как ни странно, но специалисты, как правило, проводят только беседу. Они никогда не проводят вот такой вот осмотр пациента. Как у нас бывает, раздеваются сразу человек до пояса, его выслушивают, выстукивают, меряют там ему давление, все остальное. Здесь такого не бывает. Специалист просто с вами поговорит и, знаете, спросит, а что вы принимали раньше? И вот будет лучше всего, если вы ему скажете, что вот вы принимали вот такие и такие таблетки. И если вы хотите, чтобы он вам выписал эти таблетки, вы ему сразу и говорите название этих лекарств. И он вам их выписывает. Вот так это происходит, друзья. И никак иначе. То есть квалификация оставляет желать лучшего. Кстати, что еще меня всегда удивляло, они никогда не назначают анализов, никаких. Вот кровь, допустим, на анализ, даже общий анализ крови вы должны просить сами, не говоря уже о кардиограмме или еще о каких-то специальных, серьезных назначениях анализов. Нет. Никогда. Ни GP доктор, ни специалист уже профильный вам анализы не назначат, если вы их у него не попросите. Да, и вот по поводу анализов. Это еще одна, в общем-то, песня, друзья. Я такое впервые в своей жизни встретила. Когда мне назначили сдать кровь из вены на анализ, то вы можете себе представить, что одна медсестра четыре раза в разные руки, в разные вены делала попытки взять кровь. Она не смогла найти вену. Она пригласила еще одну медсестру, и та тоже ничего не смогла сделать. И, вы знаете, они мне посоветовали прийти на следующий раз, сказали, что, наверное, что-то со мной сегодня не то, что я, наверное, что-то не то выпила утром, поэтому вот у меня вены не находятся. Ну, у меня действительно вены сложные, но такого в России никогда не бывало. Мне всегда девочки с первого раза элементарно находили вену и брали кровь. Ну, а здесь вот я нисколько не шучу, что я сдавала кровь из вены трижды в разных местах. И разные медсестры, молоденькие, и, в общем-то, даже моего возраста никто ни разу не смог взять у меня кровь с первой попытки. Обязательно меня измучивали, просто, знаете, до последнего. Ну, и потом, все равно, попав в вену, они как-то умудрялись так это сделать, забор крови, что у меня оставался жуткий синяк. Ну, вот, друзья, такие дела. Я, кстати, много чего еще хотела вам рассказать, но вижу, что затягивается мой рассказ, поэтому немножко обобщу. Вот получается, что вот такая вот в Англии бесплатная медицина. Но ведь медицина-то, по сути, не бесплатная. Она бесплатная только для неимущих, для бедных слоев населения. Для остальных работающих англичан она никак не бесплатная. За нее выплачивается налог, берется 20% ежемесячно от зарплаты каждого работающего англичанина. И вот, кстати, еще я открыла Википедию специально, чтобы вам кое-что здесь рассказать. Вот смотрите. В совокупности с 2015 по 2020 год работало в НХС около 1,6 миллиона человек с общим бюджетом 136,7 миллиардов фунтов стерлингов. В 2024 году общая численность рабочей силы сектора здравоохранения в Соединенном Королевстве составила 1,5 миллиона человек, что сделало ее седьмым по величине работодателем и второй по величине невоенной общественной организации в мире. То есть, как вы понимаете, деньги выбухиваются огромные в медицину здесь. Зарплаты врачи получают огромные. Они работают здесь на самом лучшем оборудовании, смею вас уверить. Все поликлиники и больницы оснащены новейшим оборудованием, нашим бы врачам, да в наши бы поликлиники, думаю я всегда с грустью. Но вот понимаете, вот такой вот низкий профессионализм английских врачей не дает возможности получить действительно нормальное обслуживание и медицинскую помощь получить вовремя. Вопросов к медицине английской все больше, нареканий все больше. И уже англичане понимают, что лучше ехать куда-то в другую страну европейскую, чтобы получить нормальное медицинское обслуживание. Как этот вопрос решать? Это, конечно, не мне этим заниматься. Но проблемы с медициной в Англии огромные. Я вообще не затронула тему врачей-стоматологов, донтистов. Это тоже огромная проблема. Хотя донтисты ведь здесь платная медицина. Стоматологические услуги платные для всех. Невзирая на ваш возраст или на ваше положение. Бывает, помощь оказывают совсем уж малоимущим. Но вообще огромные деньги вы выложите просто за обычную пломбу. Порядка трехсот фунтов. Это было раньше, пять лет назад, когда я последний раз лечила свой зубик. Ну вот. И поэтому англичане чаще всего, у которых не хватает денег, они ходят без зуба, потому что протезирование здесь вообще. Цены заоблачные. Ну и потом донтисты английские, они не любят зубы лечить. Чаще всего вам предложат больной зубик вырвать с друзья. Вот так. Так им легче. И, как говорится, не будет у них проблем. Насколько всегда в России пытаются стоматологи любой зубик вылечить. До последнего стараются вылечить его и уже крайняя мера вырывать. Здесь наоборот. Стоматологи не хотят брать ответственность. А вдруг у вас опять что-то заболит, и им придется вам деньги возвращать за то, что они неправильно, может быть, нерв удалили. Или еще чего лучше, там загноение у вас произойдет. Зачем им это надо? То ли дело вырвал зуб, и никаких проблем. Поэтому, знаете, если раньше только россияне ездили в Россию лечить зубы, то сейчас уже и англичане поняли, что лучше зубы лечить в Европе, дешевле и качественней обойдется. Вот такая она, друзья, английская медицина. И, знаете, все познается в сравнении, недаром говорят. Поэтому, если кто мне не верит, приезжайте и убедитесь сами. Единственное, конечно, что хочу добавить, что меня радует, что лекарства здесь, если вы уже получили рецепт, вам будут бесплатные. Но у меня на сегодня для вас все, друзья. Пожалуйста, если есть вопросы, пишите. Не забудьте поставить лайк. Самое время сейчас, в конце видео, это сделать. Не забудьте, пожалуйста, поделиться этим видео со своими друзьями. И, пожалуйста, друзья, не забудьте подписаться на канал. А на этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok